Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Устарел планшет? Приходи в Ломбард Титан и поменяй на современный. 45 07 07 Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении капитана полиции Владислава Печенкина. Напомним, в январе прошлого года оперативник превысил свои полномочия, после чего в отделе полиции скончался подозреваемый в краже Дмитрий Слободин. Тело мужчины обнаружили утром в коридоре отдела полиции. У погибшего осталась семья, это жена и шестеро детей. Подробности преступления в нашем следующем материале. Нил, собачек, весом 340, длина 51 сантиметр. Род был 18 сентября 2014 года, номер 15. Это кадры домашнего видео. 18 сентября 2014 года. В семье Слободиных пополнение сын Виталий. Рядом вставайте, молодые родители. Принимайте вашего сына. Один ребенок. Как впечатление у папы в встрече с сыном? А я в одном, я первый, я видел, я видел. Встречались с шестой. Шестой ребенок в семье. Родители Дмитрия и Светлана были счастливы. Но спустя почти 4 месяца многодетного отца не стало. Вот таким его увидели в коридоре отдела полиции следователей следственного комитета. Он лежал на спине, на лице и рядом с телом была кровь. Нам говорили, во-первых, что сначала предположительно было, что остановка сердца. Потом сказали, что он захлебнулся в собственных рвотных массах. Потом была еще одна, а в итоге получилась неделя, это совершенно другая. Что вот она получилась, механическая, абтурационная, асфиксия от закрытия просвета рта и носа твердым тупым предметом. Если, извините, на пол лица синяк, так упасть нереально. И на губах тоже был большой, скажем так, ссадина, не ссадина. Она была кружочком у него, когда его хороняли. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело. Было установлено, что 15 января прошлого года Слободина доставили в отдел полиции номер 2 по подозрению в краже у своего соседа. Оперативник Печенкин, осознавая, что уголовное дело в отношении Слободина не возбуждено, административное производство в отношении него не ведется. То есть, отсутствуют законные основания для его задержания. Запретил ему покидать здание. Потерпевшему в связи с ухудшением состояния здоровья вызывалась бригада медиков. Зная о его проблемах с здоровьем, обвиняемый устранился от наблюдения за действиями потерпевшего. Не принял надлежащих мер по сопровождению его за пределы здания полиции по окончанию проведения проверочных мероприятий с ним. Ложно понимая интересы службы и явно превышая должностные полномочия, он оставил мужчину в отделе полиции на ночь в состоянии опасном для его жизни и здоровья. Я возражаю против съемки. В понедельник состоялось первое судебное заседание. По решению суди оно стало закрытым для видеосъемки. Впрочем, на процесс пришел сам обвиняемый Печенкин и потерпевшая жена погибшего Светланы и мать Галина. Просто то, что шестеро. Женщина не сдерживает слезы. Ей жалко и сына, и шестерых детей. Галина Викторовна уверена, что в смерти Дмитрия виноват именно Печенкин. Он виноват в том, что он его не отпустил. И почему он был не оформлен? А почему его не оформлен? И почему не отпустил? Почему? Как не он виноват? Он виноват, раз по его этой команде был он доставлен в отдел, так почему кто остальные-то будет виноват? Если он велел его доставить в отдел, а не допрашивал ничего, я не знаю, если человека доставили утром, в 8 часов утра, в 9, да, и суд езжат человека. По словам потерпевшей, сейчас вину Печенкин не признает, в суде надеется оправдаться. Сказал, что он его якобы отпустил, но Дима не пошел домой. Это я в жизнь не поверю. Капитану полиции грозило до 10 лет тюрьмы. Гособвинитель просил для подсудимого 4 года лишения свободы и изменения меры пресечения на взятие его под стражу в зале суда. В итоге судья признал Печенкина виновным, но переквалифицировал статью на менее тяжкую. На первую часть статьи 286 Уголовного кодекса и приговорил полицейского к штрафу в 50 тысяч рублей. Так как преступление было совершено 15 января прошлого года, осужденного полицейского прямо в зале суда еще и амнистировали. Я уже полтора года слезами умываюсь, надежно, успокоительный. Мы это будем отжаловать и будем писать дальше. Я не оставлю это так. Сколько мне сил хватит. Решение суда пока не вступило в законную силу. Потерпевшие считают приговор несправедливым и будут его обжаловать. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.